темнота друг молодежи свет не включай мне подсветка ну на уличке у нас еще даже светло я заварила чай завариваю чай вечером всегда в заварничке всегда только заварник не в чашке нет нет у меня чашки маленькие для чая то есть чайная пара должна быть блюдечко и чашечка сквар ты я не буду пить чай никогда мне очень вкусно очень вкусно я не буду пить чай с большой чашки нет никогда это то же самое как кофе заваренный до красиво и налить в стакан так и чай точно для меня должна быть красивая чашечка да вот это будет вкусно чай у меня черный с бергамотом но мне нравится так такой чай до бергамот так легко очень выражен кому-то нравится зеленый чай кому-то травяные чаи на здоровье мы пьем с вами чаев сколько хотим я ночью не бегаю туалет нет я пью сколько хочу чай сколько я выпью чая но вот это заварника заварила три чашки таких я хочу пить я пью чай мне нравится иногда мне отчаянная ложка меда сегодня я взяла чернослив кстати чернослива покупала на ярмарке с людочкой степанкевич нам еще девочки продавцы советовали сохранять чернослив в морозильной камере и достала промыла кипяточком и вот пожалуйста положила в розеточку сколько черносливинок 5 может быть 4 недостаточно он крупный мясистый такой хорошо живется зубками а когда же ее мы с вами насыщаемся да потом чернослив это такой даже диетический сухофрукт всем советую всегда да если что с кишечником сразу чернослив возьми бурячок да и состав чернослива он даже способствует очищению кишечника на утро очень хорошая моторика кишечник это хорошо моторика кишечника есть отлично значит будет вывод жидкости тоже неплохо хорошо правда чернослив очень хорошо сочетается с орешками можно добавить орешки до грецкий орех можно взять жировая субстанции хорошие волокна вот такие да это насыщение жировая субстанция орехи любые орешки какие вам нравится но возьмите немножко решка возьмите черносливчик сделайте себе чайок это ж классно как будут люди вы только посмотрите а какое похудение разумной правда чернослив имеет кстати низкий гликемический индекс всего лишь 30 но у меня вяленый чернослив очень вкусный допустим изум изюмчик это уже чистый сахар изюм нет это не наш сука фрукт нет курага нужно подбирать курагу чтобы она не была залита сиропчиком сладким из такая темно-коричневая курага да она вкусная очень вот эта курага да не сухие бананы нет 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 кто-то возьмет допустим в розетку положит столовую ложечку какого-то джема тоже хорошо люди обманывая мозг небольшим количеством глюкозы это только один вариант у нас есть обмануть мозг мы хорошие только напомнила так что пьем чай и конечно стране буквально минутка 2 сами хочу пообщаться одел очки паша солнце сейчас солнышко 8 часов утра такое яркое хорошее солнце у нас такое чистое небо сегодня а вчера просто ураган был значит так я на пробежечки на проходочке как хотите так и называйте к чему я я получаю комментарии торчит написал кардиолог доктор как бы посоветовал своему пациенту не бегать потому что разрушен будет организм вот большой спорт причем здесь большой спорт нам до большого спорта как до неба до космоса какой здесь у меня большой спорт если я в состоянии пробежаться легкой трусой я в состоянии у меня три операции с ногой в элементе мне легко мне в кайф почему я буду себе запрещать это делать если мне в состоянии я в состоянии вернее пройтись о хорошей спортивной ходьбой мне легко кто-то может пробежаться какой-то километр пусть километр полкилометра да на здоровье а если человек полный грустный то он ходить не может не то что бегать о каком беге идет речь я бы я пошла на пробежку пробежка это растяжимое понятие а что я скажу я пошла на проходку я пошла заниматься спортом я пошла там это куда на пробежку не хотите заниматься быстро ходить не надо все ваших руках вы скажите это бубновскому а я не хочу не двигаться не быстро ходить не надо а беги не надо у девочки по 20 лет они могут бегать пусть они бегают почему вы бегаете у вас вес большой 120 100 килограмм сколько вес у вас нормальный вес можете пробежаться никого не слушайте если вы можете пробежаться никого не слушайте амосов легкая труса у него гордон ему говорил гордон николай михалыч а может вам ваш бег навредил сердцем да что вы такое говорите дмитрий и я-то знаю что я делаю он себя только держал активностью старость запрограммирована а жизнь можно продлить только активностью что-то за кардиолог не бегайте но вы не бегать у вас вес большой допустим но вы должны ходить вам сказал об этом кардиолог или нет обалдеть а где возьмется мышечная система а если нету мышц вы сидите дома да вы вот погуляли я тоже иногда могу выйти и пройтись в быстром темпе это ничего для меня ничего я прихожу стала на весы вес какой точно как и был даже водичка не ушла я не вспотевшая была это ноль ноль по сжиганию калорий вот такая обычная ходьба она приравнивается к лежанию на диване а где взять мышцы а мышцы скажите своему кардиологу это кровоток а кровоток скажите своему кардиологу это сердечно-сосудистая система это ваше давление кровоток вы вообще понимаете или нет мышцы они нарабатываются в движении в движении в любом движении ходьба нутен должен быть если я вот стану да и помашу так ручками ля 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 никаких мышц я не наработаю себе а мышцы это смертность если их нету я имею виду если их нету если уходит мышечная система мускулатура увеличивается смертность по всем причинам и с возрастом уходит мышечная система к 80 годам у человека остается 50 процентов но что-то можно делать мышцы ног как делать мышцы ног приседать будете по сто раз нет тогда ходите в темпе это мышцы ног вот вот вы меня не проткнете здесь вот не проткнете и фляга у меня здесь нет вообще потому что один взмах чего стоит я делаю лопаточки просто соединяются мне больно вот когда вам больно хорошо когда вы просто помогали ручками так финаны буду все я вам сказала никого не слушать можете пробежаться пробежались а вес нормально у вас вам легко кассе таки вы это делаете пробежались а я использую только быструю трусу быстро труса у меня вот и мне легко очень легко у меня постоянно быстро труса ну допустим я специально прохожу еще спортивной ходьбой быстрой работает вот таз у меня хорошо вопа вот это работает вот кровоток есть кровоток вот там внутри а кровоток это что это классно какие-то фибромиомы миомы эндометриоз это все кровоток должен быть кровоток должен быть кардиолог ну хорошо все общались а люблю целую всех а я погнала дальше только первый круг еще будет круг и упражнение у меня два раза на каждом круге поехали я тысячу раз говорила еще напомню у амосова спрашивают николай михалыч скажите пожалуйста инфаркт помолодел это стрессы это на то время стрессы слышите на то время это стрессы ответ великого кардиолога академика не думаю то я скорее всего это безделье люди не хотят двигаться люди сели в машинке и не двигаются двигаться нужно двигаться темп должен быть темп я не о беге я о быстрой ходьбе если полный человек человеку тяжело идти конечно в помощь палки и вот плечи на себя берут груз меньше груза будет на ножки у меня когда были операции у меня три операции с ногой я начала ходить рано стало на ногу у меня пластина и релом пластины пластина 20 сантиметров 9 болтов вторая операция потом начинает человек ходить два костыля костыль трость палочка то есть эта поддержка идет не такой весовой весовая категория идет на ногу вот посмотрите кто идет натали посмотрите какой темп посмотрите его место встречи изменить нельзя натали всем физку привет да наташенька ну по поводу вот ты только что запах за движением не хотела сказать мне говорили что я много хожу то у меня болит поясница нормально да они проходят у меня уже очень много лет и я хочу выходила по одному кругу ну вот я как не наедаю смечу это не хватает а потом я вот ребята ходят вот эти которые здесь да 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 а как по поводу вот допустим человек пишет пробежка не надо бегать вот наташа быстро идет так ты как идешь тебя ж никто не догонит а зачем бегать а зачем вот молодой парень вот он побежал смотрите да вот легкий бег у него он побежал животиком а мы быстро ходим правильно натали я помню наташа а ну покажите еще сниму я умею снимать давай твой темп как ты идешь давай иди вот иди все мы с тобой прощаемся давать давай 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 а теперь смотрим как наташа идет а слабо посмотрите а посмотрите какая хорошая ходьба взмах руками посмотрите и все этого достаточно все натали пока все показала и и как кстати а вот каждая случайная встреча самое вернее самое случайное встреча самое не случайное люди вот натали быстро ходить нужно чек по разам можно идти я тоже походила погуляла вот я подышала быстро ходить наташенька тоже у нее тоже вес она кажется потеряла сбросила 12 килограмм маленькая аккуратненько на хорошенько такая но если какая-то девочка понятное дело она побежит ну вот худышка на пусть бегает а кто-то бегает но я говорю если вам нравится его состоянии бегать бегайте вы должны сами чувствовать не доктор руководить вами должен должен а вы я могу я это сделаю все ну все хорошо пообщались набирает вот наташенька говорит эти ожило пробежаться допустим да а мне очень легко идти в трусце такая хорошая трусца мне очень легко хотя я хожу и спортивной ходьбой то есть нужно прислушиваться к себе можете сделайте не нужно себя заставлять если тяжело не нужно мне в удовольствие хотя наташенька меньше меня она компактней она такая аккуратненькая до меленькая я я большая но мне легко пройтись а пробежаться трусцы нелегко вот пригорочек я забегаю у собачка хорошенькая вот и забегаю я не захожу я забежала мне легко где-то прошлась а сейчас у меня конкретно здесь поднятые руки вертикально я пошла до конца этой олейки человек может пробежаться я так не бегаю нет у меня трусца возрастной мужчина может пробежаться на здоровье все поднимаю ручки пошла мои хорошие я вот сейчас с наташенькой да вот общаясь опять мы встретились сейчас конец парка сейчас меня видно немножко но наташа может быть как-то вот 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 так да 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 чтоб тень моя да и вот завес натали раскололась и сказала что набрала немножко веса 7 килограмм набрала от зимы до зимы да а газ это да это прилично ну и как вот ты считаешь что тебе дает вес сладкая сладкая хлеба я ем один раз в день кусочек хлеба хлеба я не могу сказать а именно сладкая я вот покушала утром я ем в 12 а второе у меня прием пищи шесть так 7 но между вот этими вот промежутками в этом коридоре я могу съесть три чашечки кофе а с чашечкой кофе обязательно что-то сладенькое шоколадка какая-то да конечно да 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 то есть твой вес это не каши не хлеб это сладкая белковый день белковый день не мясной белковый день ты миши туда или только мясной а я не ем каждый день мясо я же не могу есть я не люблю мясо каждый день я себе я раз в три дня вот так понятно я не мясо ты во первых на мясе не поправится потому что на белке никто не поправляется это это закон это другое дело каждый день мясо нельзя то какая-то селёдочка то какая-то рыбка может быть то яйца это тоже белок а там у тебя творожное что-то в день это нормально ну то есть наташа твой вес это сладко ты говоришь да ну мне хочется я не могу не знаю почему видно чего-то в организме у меня не хватает как бы я не старалась но мне все равно вот как будто бы изнутри меня вот что-то вот но хочется я прихожу на кухню и смотрю что бы съесть что бы съесть что бы съесть во первых это много причин вот когда человеку хочется сладенькое во первых это гипоксия может быть нехватка кислорода в крови а для этого должен быть сурфактант жирового мало принимаем вот жиром мало сурфактант слабый сурфактант это 99 процентов жира 1 процент белка поэтому постоянно тянет на сладенькое человек маньячит знаешь конфетка или там печенька какая-то или шоколадка яблоко гипоксия может быть мы просто не понимаем такое слово сложное а это нехватка жиров в организме это не значит что нужно жить на жирах нет мы едим их очень мало у меня тоже самое вот кажется сливочное масло его раз в столетие ем сало не помню когда брала себе я утром вот сейчас я выходила я выпила сначала стакан теплой воды до 20-25 минут я выпила кофе сыр на сыр я мажу чуть-чуть масел правильно что-то я это разбал но у меня жирные сыры сейчас да классно да правда насыщать наташа очень насыщает до 12 насыщение так ты поздно ты ты поздно встаешь ну нормально да 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 ой классно мы с тобой пообщались все рассказала наташенька нам люди с этим сталкивается каждый да вот 7 килограмм правда тяжело сбрасывать очень тяжело я чувствую уже когда я дома там занимаюсь растягивать что-то делают я не могу делать упражнения те которые раньше вот пожалуйста хотя наташенька аккуратненько вот какая меня тюрная спасибо тебе большой вообще да ну да лучше не набирать даже два килограмма я сама так вот как я рассказывала стала у меня там какой-то килограмм думает таня ты поедешь ты крупная сама я легко набираю вес ага каждое утро я становлюсь на весы смотрю на вес а ты каждое утро становишься на весы правильно а если не становиться то там вообще а если не становиться когда ты идешь к весам ты боишься думаешь боже там уже наверно предел ага да 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 если редко это страшно очень вот хорошо натали спасибо тебе большое да спасибо